Всем привет еще раз. Меня зовут Галина. Сегодня решила записать вам видео, знаете, всем тем лохотронщикам, обманщикам, да, кто сидит в поисках работы, в поисках денег в интернете, ищет какую-то информацию, что их когда-то там развели, кинули на деньги. Так вот, дорогие, идите дальше, выключите это видео, идите дальше в свои проектишки, в свои лохотроны, потому что вы ищете халяву. Вам не к нам. В скине-бодике халявы нет. Здесь есть работа, здесь есть реальные деньги, которые компания нам платит, да, каждую неделю. Поэтому все, кто ищет халяву, выключайте немедленно это видео и идите дальше. Пускай вас дальше кидают на деньги, разводят, потому что вы не хотите менять ничего в своей жизни, что-то для этого делать, поднимать свою попу с дивана и шевелить ручками, да, шевелить мозгами, чтобы заработать хорошие деньги. А все те, кто все-таки понимают, что им не хватает денег, чтобы жить лучше, они хотят покупать машины, одевать своих деток красиво, возить деток на морях, самим отдыхать, да, и понимают, что работая на нынешней работе, да, по найму, например, таких результатов им не иметь. Ну, не считая того, что они могут брать в кредиты, да, и платить кредиты. Если вас это устраивает, вы тоже вполне можете дальше продолжать жить, как вы живете, той же жизнью, брать кредиты, платить кредиты и сидеть на диване, смотреть сериалы. Каждые выходные пить пиво, вам это нравится. Ну, а все-таки те, кто хотят жить лучше, да, не думать о том, что не дай бог что-то случится в вашей жизни, и вы в один прекрасный момент просто не сможете выйти на работу. Заболел ребенок, заболела там мама, папа, вы должны находиться рядом с ним сами по состоянию здоровья, да, вы не можете пойти на свою работу, и вам просто не будут платить деньги, потому что вы не будете ходить на работу, да. Так вот, а в нашей компании, поработав всего лишь полтора года, вот я всего лишь полтора года работаю, и у меня уже есть тот заработок стабильный, который вы называете пенсией, который вы ждете 30-40 лет, да, проходив ежедневно на работу и получаете потом копейки и ревете, не знаете, что с ними делать. Так вот, друзья, я, проработав полтора года, имею вот такой стабильный заработок. Это помимо того, что каждую неделю я получаю, вот это я получаю ежемесячно, даже если я работать не буду больше, даже если мне нужно будет сидеть с моими детками дома, я буду их получать, потому что я поработала хорошо полтора года, не 30 лет, не 40 лет, да, как вы? 16 тысяч рублей, неплохо, по сравнению с 9 тысячами, это в лучшем случае, что вы называете пенсией, да? Я считаю, что это неплохо, в свои 27 лет иметь вот такую вот ежемесячную пенсию. Вы за такую зарплату пошите месяц, а я помимо этой зарплаты, получаю еще каждую неделю зарплату. Вы почему-то все ищете какой-то вид заработка, да, доход, там, дополнительно, неважно как. Вариантов-то немного в нашей жизни. Вы понимаете, что вы не будете получать больше, чем ваш начальник? Все это понимают прекрасно. Никогда такого не было и не будет. Значит, у вас есть варианты открыть свой бизнес. Ради Бога. Если у вас есть 1500, так, миллион рублей, да, в запасе, что вы пойдете и откроете. Но вы задумайтесь. Когда вы их окупите, когда к вам вернутся ваши вложения, да, даже пускай это будет 500 тысяч. Хотя при нынешних ценах на 500 тысяч, ну это, извините, ларек какой-то там, да, с фруктами открыть. Потому что нужно будет заплатить за аренду, за саму продукцию. Там всякие пожарные безопасности, всякие санпидемстанции, кому-то еще на руку дать, потому что это у нас очень развито. Вы это все знаете. Зачем я вам сейчас это объясняю? Ну, я думаю, у вас 500 тысяч нет. Либо вариантов-то немного. Вы хотите изменить жизнь, но не хотите разбираться в информации при этом, да? Поэтому можете открыть свой бизнес, посмотреть, насколько это будет выгодно, сколько вы туда вложите, а потом задумайтесь. Подойдите к любому. У вас у всех есть магазины в доме, на улице, в городе, в поселке, неважно где. Подойдите к хозяину магазина и спросите. Его все устраивает. Он доволен, что он открыл этот магазин. Он свободен, он счастлив, у него достаточно денег. Я думаю, он вам ответит нет. Он вам ответит нет. Потому что я знаю многих людей, кто влезли в огромнейшие долги, открыли бизнес, и у них не хватило просто где-то терпения, где-то знания, чтобы продолжить раскрутить. Потому что это, друзья, не один год. Не один месяц, не один год, и даже, может быть, не два-три года, когда окупятся ваши вложения. А сколько это нервов? А сколько это времени? Вы будете жить на работе, чтобы стабильно наладить производство. Вы будете там жить. Потому что вам нужно будет все контролировать. Вы не будете контролировать, ваш бизнес развалится, как это бывает у многих. Он просто разваливается. И вы остаетесь в долгах с этой ненужной вам продукцией, не знаете, что делать. Либо идете дальше устраиваться по найму за 10-15 тысяч рублей в месяц. Решать только вам. Мне такого головной боли не нужно, чтобы думать, где кого там нанять, чтобы работал. Договориться там со всякими станциями, пединстанциями, да. Да следить постоянно, контролировать, как у меня работают работники, чтобы лишнего там ничего не натворили, не дай бог. Мне такой головной боли не нужно. У меня растут две маленькие дочки. Я хочу находиться рядом с ними. Я хочу видеть, как они растут. Даже если бы было у меня 500 тысяч рублей, я бы могла открыть свое какое-то дело. Я бы не стала этого делать. Потому что это такая головная боль. Вы думаете, вас спасет ваш бизнес? Какое-то свое дело. Нет. Вы не будете свободны. Вы поедете в отпуск, а вам будут постоянно звонить, недостачи, кто-то проспал, кто-то не вышел на работу, ограбили, не дай бог, сожгли, затопило, еще что-то, еще что-то. Это, поверьте, нелегкий труд, свой бизнес. И когда у меня были мысли открыть свой бизнес, спасибо мамочке, она меня отговорила. Она мне объяснила, что ты будешь просто там жить. У тебя не будет ни семьи, ни детей. Ты будешь все время уделять бизнесу. Чтобы поставить его хорошо на ноги, это нужно не один год. Ты готова? Я сказала, нет. У меня дети. Мне такого не надо. В нашей компании нету. Я не отвечаю ни за доставку продукции, да, ни за какие-то склады, ни за производство. Ни за что я не отвечаю. Я просто делюсь с людьми информацией. Поймите же вы это. Я не бегаю с каталогами, не продаю. За полтора года работы я не продала. Ни одной баночки никому. Когда вы мне все пишете, это же нужно продавать. Нет. Если вы хотите продавать ваше право, вы можете бегать продавать. Я никому ничего не продаю. Я работаю дома, за своим любимым компьютером, в своем любимом кресле. Вижу, как растут мои лапочки, дочки. При этом заработала уже свою честную пенсию. Чего, друзья, и вам желаю. Не ждать 30-40 лет, а спустя 30 лет сесть и понимать, что для чего все это было. Угробили здоровье, не видели семью, детей как растут, внуки сейчас недовольны, потому что вы им не сможете купить на 10 тысяч просто так какой-то подарок, потому что сейчас посмотрите цены на детские игрушки. Ну и самим себе вы ничего не сможете позволить. Накопить, 15 тысяч рублей получая в месяц, я сомневаюсь, что у вас получится что-то накопить. Вы будете брать в кредиты вечно, в кредиты вечно. Но поймите одно, рано или поздно, либо вы в такой клубок завяжетесь в этих кредитах, либо придет тот возраст, когда вам скажут, все, вам больше не дадут кредиты. Вы там по зарплате не проходите, по возрасту, справок у вас не хватает. И вы поймете, что вы ничего не сможете купить. А жить хочется всегда, неважно вам, 20 лет, 30, 50, 60, неважно. Жить хочется всегда, отдыхать хочется всегда. Так, друзья, задумывайтесь, если вы ищете возможность, и вы нашли нашу компанию, да, Skinny Bodycare, значит, это все не просто так. Значит, вам судьба дает шанс изменить свою жизнь. Примите правильное решение, и всех ждем в нашей суперкомпании. Давайте вместе зарабатывать вот такие вот классные бумажечки, как вы еще мне пишете. Бумажечки, нет, друзья, это реальные деньги. Вместе зарабатывать и каждую неделю снимать с банковатов. Всем удачного дня! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок